Добрый день, вы смотрите Голос Америки, это прямая трансляция на нашей странице в фейсбуке. Я Ксения Туркова и, как всегда, прошу вас подключаться и комментировать. Мы продолжаем проект «Она» и просим вас оставлять комментарии под этим видео. Можете также писать нам беседа собаковеоньюз.ком, вот на e-mail, который вы видите сейчас на экране, и делиться идеями. Может быть, вы знаете женщин, которые вдохновляют, и мы сможем снять о них историю. Итак, сегодня мы будем говорить о кукле Барби, которая в этом году исполнила 60 лет. Вот я даже принесла реквизит с собой, правда, это не моя кукла Барби, потому что я в куклы никогда не играла, не любила. А это кукла Барби, которую я позаимствовала у моей коллеги Маши Мортон. Видите, она какая с голубыми волосами, как Мальвина, в такой юбке космической. У нее написано «Dream all day» на ее футболке, потому что Барби мечтает, ее мечты исполняются. В общем, трудно, конечно, поверить, что ей уже 60 лет. Для советского, точнее постсоветского человека Барби в начале 90-х была символом такой недоступной западной жизни, которая только-только начала проникать в жизнь советскую, российскую. То есть как Макдональдс появился, Барби появилась, вот эти все реалии стали постепенно появляться. Барби ассоциировалась с гламуром, с красивой одеждой, с идеальной фигурой, с подчеркнутой женственностью. Все это были ассоциации, связанные с куклой Барби, постсоветского-советского человека. Но на самом деле потом представление о Барби и о том, кто она такая и какая у нее вообще цель в жизни, стали эти представления меняться. И стало понятно, для чего женщинам такой образ, как Барби. Оказывается, Барби это совсем не девочка-кукла, хлопающая ресницами и ждущая прекрасного принца, а Барби самая настоящая феминистка. А почему, расскажет сейчас моя коллега Ануша Витисян, она у нас сейчас на прямой связи. Ануш, автор сюжета об Азузе Барби, коллекционерке этих кукол, у которой есть свой дом мечты, и более 100 тысяч подписчиков в соцсетях. Ануш, привет. Привет, Ксения. А почему твоя героиня это женщина, которая вдохновляет? Ну, настоящее имя моей героини это Азуза Сакамото, и она выросла в Японии. И, как ты уже сказала, для неё тоже Барби это было каким-то символом недоступной западной жизни. И многие её ответы на наши вопросы, к сожалению, не вошли в репортажи. Но Азуза как раз говорила, что когда она увидела Барби, она влюбилась в западную культуру, в США, и чётко поняла для себя, что она хочет жить в Америке, быть такой же, как Барби. А Барби она называет только таким словом, как независимая, успешная. И она добилась своей цели. Она сейчас живёт, как вы увидите из репортажа в Лос-Анджелесе, и говорит, что каждой поставленной цели она добилась самостоятельно. И буквально своими руками создала свой дом мечты Барби. Говорит, что никогда не обращалась за помощью к Кену. И вообще Кен в её жизни – это кто-то очень неважный на выбор. «Если ты только хочешь иметь бойфренда, это лишь бойфренд, это не муж, не отец её детей». И Азуза вдохновляет меня своей целеустремлённостью и уверенностью в себе. И она живёт так, как хочет только она. И ей, наверное, как вы увидите из репортажа, наверное, ей в последнюю очередь волнует, что о ней думает общество. И ожидает от неё общество, так как ей уже 38 лет. И увидев комментарии в Инстаграм, когда мы запустили маленькое видео об Азузе, я поняла, что действительно общество от неё ожидает совершенно других вещей. А что писали, что детей надо заводить, да? Да, что детей надо заводить, что ей пора уже замуж. Ну, есть, конечно, и положительные комментарии, такие, как живёт, как хочет, это уверенность в себе, хорошо выглядит, осуществила свою мечту, молодец. То есть комментарии разные, но в основном общество требует от неё детей, пелёнок и мужа. Но давайте мы посмотрим сейчас сюжет и предлагаем, чтобы ещё больше узнать о реакции общества, нашим зрителям написать комментарии, что вы думаете об этой героине, какие эмоции она у вас вызывает. Давайте посмотрим сюжет. Она живёт в реальном доме мечты Барби в западном Голливуде. У неё свой бизнес, она мастер по маникюру. Когда меня вдохновляют Барби, я создаю дизайн для ногтей. У неё более 100 тысяч подписчиков в соцсетях, 320 кукол Барби, гардеробы, полки и целые комнаты с вещами и аксессуарами, как у Барби. Одна пара стоит 1400 долларов. А всё началось, когда Азуса Сакамото жила ещё в Японии. Она купила первую сумочку для завтраков с логотипом Барби, а затем ей подарили первую куклу-модницу. Тогда ей было 15 лет. Теперь у 38-летней жительницы Калифорнии с псевдонимом Азуса Барби. Коллекция на 100 тысяч долларов. Останавливаться на этом она не собирается. Сейчас, когда я задумываюсь, почему я так полюбила Барби, понимаю, что это из-за того чувства счастья, которое я испытала, впервые увидев её. В ней чувствовалась особая женская сила. Сама Азуса выглядит как кукла Барби. Волосы, макияж и одежда – всё по последней Барби-моде. Однако она утверждает, что не пытается быть похожей на куклу. Ей просто нравится этот во многом феминистский бренд. Она настоящая феминистка. У неё столько разных профессий. Она всё время демонстрирует девочкам, как быть независимой. Кен для неё совершенно не обязателен. Я не думаю, что Барби просила Кена купить ей дом мечты. Не просила. Поп-идол Барбара Мелисент Робертс, или просто Барби, родилась в 1959 году. Она дебютировала как модель подросток, но вскоре стала для многих девочек моделью для подражания. Уже в 1962 году у этой первой куклы, которая не учила маленьких девочек уходу за младенцами, появился свой собственный дом мечты. У Барби был собственный дом мечты. До того, как женщины могли даже открыть счёт в банке. Она настоящий пример для подражания. Она верила в себя. Ей не нужен был Кен, чтобы сводить концы с концами. Это был первый шаг, чтобы продемонстрировать. Эй, тебе не нужен мужчина. Ты можешь делать, что хочешь, и быть кем хочешь. Ты можешь быть владельцем дома, строить карьеру. И это было важно в эволюции куклы-модели. Эволюция Барби с тех пор не прекращалась. Сначала дебютировала первая чернокожая кукла. Немного позже – деловая Барби. Барби ступила на поверхность Луны четырьмя годами ранее Нила Армстронга. Она выигрывала Олимпийские игры и баллотировалась в президенты с 1991 года. Сейчас кукла Барби – инженер. Разрабатывает компьютерные игры и строит роботов. Потому как менялась 60-летняя Барби. Можно изучать каждую эпоху, которую она застала. У неё в резюме 200 профессий. Барби была хирургом в 70-х, когда женщин в операционной ещё не было. В конце 80-х, в начале 90-х она стала руководителем организации. И это было в то время, когда героинями многих фильмов становились женщины-руководители. И американки действительно начинали занимать подобные должности. Сейчас мы большую роль уделяем роли женщин в инженерной сфере. Для нас важно развивать интерес девочек к точным наукам. В ответ на критику о нереалистичных пропорциях Барби были созданы высокие, миниатюрные и полные куклы. Это бодипозитивные модели. Вскоре появились Барби с ограниченными возможностями и с протезом ноги. Разные оттенки кожи и разная структура волос. Куклы, конечно, остались модницами. Но в то же время они демонстрируют девочкам, что несмотря на разные особенности и возможности, все девочки красивые и могут быть модницами. Это очень важно. У девочек появились куклы, которые похожи на них. Или же на тех, кто служит для них примером для подражания в семье. А еще тот факт, что у Барби столько разных профессий, говорит девочкам о том, что они могут все. Барби может, и маленькие девочки все могут. Она маленького роста, она высокая. Они все такие разные. Азуса Барби нашла и свою двойняшку. Это мини-я. Красить волосы Барби не стоит. Когда хочешь поменять цвет, надо вытянуть существующие волосы и посадить новые. Куклы-двойники сильных женщин – одна из последних новинок компании Mattel. Вдохновляющие женщины. Так называется эта коллекция Барби. Теперь девочки могут играть с куклами Барби в образах мексиканской художницы Фриде Кало. Первой женщины-пилота, перелетевшей через Атлантический океан Амелии Эрхард, и ведущего математика, и исследователя НАСА Кэтрин Джонсон. Каждая из них пробила стеклянный потолок своей эпохи. И сегодня своим примером воодушевляет девочек сделать то же самое. Барби в честь женщин, которые вдохновляют, были созданы в ответ на спрос покупателей. Для многих людей сегодня очень важна тема расширения прав и возможностей женщин. Я не думаю, что движение за права женщин когда-либо было столь сильным. Эти куклы покупают не только родители, которые хотят рассказать своим дочерям о сильных женщинах, но и коллекционеры. А то, как девочки воспринимают куклу, во многом зависит от тех, кто их окружает и служит примером для подражания. Если родитель даст своему трехлетнему ребенку куклу в образе Фриды Кало и объяснит, почему эта кукла особенная, ребенок заинтересуется и, скорее всего, будет использовать эту информацию во время ролевой игры. В 3 или в 15 для многих игра в Барби тот самый первый опыт ролевой игры во взрослую жизнь. Где она независимая, успешная и уверена в себе. Она полна амбиций и способна создать свой идеальный мир, не спрашивая об этом никого. Жить так, как только она этого хочет. Ануша Витисян, Евгения Дюло, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. А я напомню, что это проект «Она» и на связи с нами автор этого сюжета Ануша Витисян. Уже некоторые комментарии есть на нашей странице в фейсбуке. Мужчины пишут, Антон написал, мне срочно нужна Барби, а Сергей написал, Барби нужен спутник жизни. Вот то, о чем мы говорили как раз. Но правда, потом он почему-то сделал вывод о том, что спутник жизни у Барби уже есть. А меня вот что заинтересовало, Ануш. Героиня одета, подчеркнута, как классическая Барби. То есть это то, с чем мы ассоциируем Барби. Розовый цвет, это каблуки. Ну такой подчеркнутый женственный образ. Она меняет эти образы или она вот все время в таком образе остается? Она меняет свои образы. И в основном это розовые, черные, белые тона. Но говорит, что ее главным правилом является не смешивать стили разных эпох. Как мы знаем, как ты уже сама подчеркнула, Барби 60 лет. То есть стилей эпох немало. Любимая коллекция кукол Азус – это Барби модели. По-английски это Барби фэшн модел коллекшн. Это куклы в красивых, очаровательных вечерних платьях. По ее словам, они стоят от 70 до 250 долларов, сами куклы. И занимают особое место в ее коллекции. Я не знаю, сколько у нее вечерних платьев самой, потому что у нас было ограничено время съемок. Но видеть коллекцию ее одежды нам удалось. Это гардеробы и целые комнаты с вещами. И все с логотипом Барби. И хочу заметить, что Азуса как раз коллекционирует не только кукол Барби, но в основном это одежду, обувь, сумки. И из репортажа, я думаю, вы заметили это. Да, но вот интересно, что она своим видом, я поймала себя на этой мысли, она своим видом тоже ломает стереотип о том, какая Барби. И вообще о том, что такое феминизм. Потому что когда мы видим женщину, накрашенную с какой-то прической, мини-юбки на высоких каблуках и всю в розовом, мы обычно не думаем, что эта женщина может быть феминисткой. То есть нам кажется наоборот, это кто-то, кто проповедует вот такую подчеркнутую женственность и распределение ролей. А оказывается нет. То есть это еще одно доказательство того, что феминизм это о том, что другой человек может быть каким угодно. Вот он может быть женственным, неженственным, можешь делать все, что хочешь. Можно ли сказать, что Барби действительно сделала свой вклад, кукла Барби, в защиту прав женщины в развитии их возможностей? Да, я с этим полностью согласна. Потому что даже, как мы видим из репортажа, Барби действительно каждую эпоху пробивала стеклянный потолок именно своего времени. И делать это до сих пор, когда девочки только-только поступали в медицинские университеты, Барби уже была хирургом в операционной. Это было в 70-х. Когда женщин-политиков было очень мало, Барби уже из года в год баллотировалась в президенты, и она побеждала. А сегодня, когда всего лишь 20% инженеров женщины, Барби вовсю осваивает эту профессию, и она успешна. Она строит роботов, разрабатывает компьютерные игры, и своим примером также доказывает девочкам, что они тоже могут быть инженерами. То есть, мне кажется, роль ролевой игры очень важна. И если у тебя есть кукла Барби инженер, это, конечно, вдохновляет тебя, что ты тоже можешь в будущем стать инженером. Также она там, где ее меньше всего ждут в каждую эпоху, и она успешна в этой сфере. И в первые годы существования Барби ее создательницу, это была женщина Русс Кендлер, критиковали, говоря, что девочкам нужна кукла-малышка, чтобы они учились ухаживать за ребенком, чтобы у них развивался материнский инстинкт. Но, как мы видим, Барби до сих пор – это независимая женщина, она незамуженная, успешная. Кен – это ее бойфренд, который совершенно не у каждой Барби есть. А вот Екатерина, между прочим, наша зрительница, она сомневается, что твоя героиня могла себе это все позволить, работая мастером маникюра. У нее свой бизнес. Она, на самом деле, не очень хотела говорить о своем бизнесе, потому что она не для этого снималась в этом репортаже, чтобы рассказывать о своем бизнесе, о том, что она может добиться чего хочет. Весь акцент этого репортажа был о ней, о ней о ее бизнесе. Но, на самом деле, да, она живет одна, мы были у нее дома, и у нее все в ее стиле. И, как она сказала, все это ей обошлось, только украсить ее дом в 100 тысяч долларов. Поэтому, я думаю, что она может себе позволить. Спасибо большое, Ануш. Действительно, история, которая вдохновляет. Я напомню, что на связи с нами была Ануша Витясян, журналист «Голоса Америки», и она автор сюжета о Барби и о женщине, которая коллекционирует Барби. Вы можете еще раз посмотреть этот сюжет, если вы случайно пропустили, на нашем сайте, на нашей странице в Фейсбуке. Я благодарю всех за внимание и напоминаю, что это проект «Она». Мы видимся с вами каждый четверг и обсуждаем истории женщин, которые вдохновляют. А, кстати, вот еще, что я забыла сказать, что Барби настолько вдохновляла людей, я как-то пропустила это, настолько вдохновляла женщин, младых девушек, что одна из женщин, ее зовут Синди Джексон, вот мы сейчас ее покажем, она даже сделала себе 52 пластические операции, представляете, чтобы изменить внешность так, чтобы быть похожей на Барби. Вот она сейчас, ей 60 лет, она ровесница Барби, и она сделала себе 52 пластические операции. Вот слева она, где ей 21 год, а справа она сейчас, где ей 60. Но это каждый уже делает вывод сам, подходит ли ему, то есть вдохновляет ли эта история или нет, но тем не менее, это просто интересный факт о том, как кукла вдохновляла людей на разные вещи. Спасибо вам большое за внимание, увидимся в следующий четверг в проекте «Она». Не забывайте нам присылать комментарии, пишите нам по адресу беседа собакавио-ньюс.ком, делитесь своими идеями. Спасибо, до свидания.